Всем привет! Это опять я. Привет, привет! Это Данил, мой напарник. За нашей спиной шикарнейшая речка. Мы уже второй день в пути. Первый день был самолет, автобус, промежуточная избушка, ночевка в ней. Вот мы с утра вышли из избы. И дотопали до вот этой чудесной избы. В этой избе даже есть пластиковый стеклопакет. Правда, те, кто из нее уходил, они, конечно, вот там и дрова сложили, и подвесили все вещи, как и полагается, собственно, в избе. То есть вещи подвешивают, чтобы мыши не съели. Но вот мыши, тем не менее, все, что нашли, они вот все вот это разгрызли. Вот этот пенопласт, это все мыши. Вот все вот это поразбросали, это все мыши. То есть, видите, они вот просто тут все забегали, загадили, запрыгали. То есть, всю грязь, что вы видите, это вот оставили мыши-крысы. Вот так делается портативная морозильная камера. Мы быстренько сбегали на речку, быстренько натаскали рыбы. Размер просто огонь. По сравнению с ногой. Сейчас вот делаем такую портативную холодильную камеру. Вечером будем ее разделывать и солить. Все, шито-крыто, как будто ничего и не было. Привели избу более-менее в божеское состояние. Мусора тут, конечно, было вообще куча. Сейчас вот хозяйскими дровами пользоваться не будем. Сейчас пойдем напилим своих. Печку разожгли мусором. Вечереет уже. Я разделываю рыбу. Данил в печку подкидывает. Вот интересно. Кунжа ест мальков. А у мальков, я не знаю, что за мальки, какая рыба, горбуши, кита. Но у малька еще видно, вот желточный пузырь не рассосался. Это пузырь, который ему достается от икринки и которым он питается. Мы взяли сегодня 9 штук кунжи. И планируем эту кунжу засолить и завялить. И чтобы унести через несколько дней вот с собой домой вяленую. Больше мы рыбы брать вот так вот не будем. То есть вот эти 9 штук. Это, грубо говоря, все. Мы только еще каждый день будем брать по одной рыбе на паркорм. Вот. Просто одной вот такой рыбы на двоих это просто за глаза. В окне уже вечер. А у нас надвигается ужин. Неотвратимо. Вот рис. В рисе приправа карри. Сейчас вот так вот перемешаю рис с приправой карри. Хотя, в принципе, это не особенно принципиально. Сверху на рис положу рыбу. Это вот кунжа местная. Зацените просто, какого цвета мясо. Шикарное, красное. Вот так вот. Хоп. Только 4 кусочка. В принципе, больше не надо. Остальные 4 кусочка поджарим. Рис с рыбой мы уже слопали вареный. Теперь пожарили рыбы. И у нас такой незамутненный человек, который не пробовал эту рубской кунжи. Вот мне просто интересно. Это я один такой. Считаю, что она люто вкусная. Или мне это просто все-все кажется. И вот сейчас вот, скажем так, свежий человек оценит. Я поперчил, посолил. Все как надо. Похоже на сахалинскую кунжу? Ммм, нет. Такое ощущение, она жирнее. Сочнее. Не, не похоже. Вкуснее. Вкуснее? Да. Знаешь, я не такой уж и старый маразматик. Встречаем на речке утро третьего дня. Вот. Только что водой из речки умылся. Аж лицо жгет. Настолько ледяное. Из-за ночного заморозка в речке уже стало поменьше мутной воды. И прям очень хорошо вот в ряде мест просматривается дно. Видно, как вот периодически там-сям бегает кунжа. Фух, красота. Морозец. Вот сейчас вот по этому морозцу, пока вот на снегу такой крепкий наст. Постараемся пробежаться в верховье реки повыше. Разузнать, что там да как там. Потому что здесь мы уже вчера знатно наловились. Вот так вот выглядит завтрак туриста. Это каша быстрого приготовления. И сушеные яблоки. А вот наш чай. Точнее, Казахстан-Дыкшай. Саша, спасибо. Два часа идем по реке вверх. Полагаю, вот красивая река, ущелье. А с рыбой кисло. Рыбы почти нет. Река все больше превращается в такой узкий поток в каньоне. Для рыбалки, конечно, такие места, ну, почти непригодны. Если клюнет еще маленькая рыбка, еще вытащить можно. А если клюнет трешка, как тут трешку в этой струе вообще вытаскивать и принимать, не понимаю. Ну, вот, выше течение вроде послабее. Там сейчас попробуем. Места все сложнее для прохождения. Вот тут каньоны. Мест для рыбалки все меньше. Ну, а зато все красивее. Красивее и красивее. Мы уже, наверное, дальше не пойдем. Скорее всего, уже просто дошли до логического окончания. Река только меньше, везде каньон. Сейчас вот на этой ямке попробуем порыбачить. У нас знаменательное событие. Данил поймал гольца. Это вот первый гольц, которого я просто вижу на этой реке. А у меня, как обычно, древнее зло клюнуло. И вот сейчас мешает мне ловить моего первого гольца на этой реке. Голечек вообще красивый. Большой, весом под килограмм. Очень красивый. А кунжечка тут, как обычно, как бы. Довольно стандартного вида. Еще и за ус завела плетенку. Давит сильнее. Место, конечно, тут просто роскошнейшее. Глубина огромная. Красиво. Каньон такой. Ну кто как, а я опять в своем репертуаре. У меня вот гольцы не клюют, а древнее зло клюет. Причем сейчас что-то, ну судя по сопротивлению такое, реально древнее зло. Так, ну-ка, покажись хоть, я тебя даже не вижу. Я иногда вижу, как она в темноте взблеснет пузом. Все, да, все увидел чуть-чуть. Дала себе поглядеть. Но все равно держится дна. Прячется под корч. Ну не корч, а под камень. А плетенка-то 0,8 по японцам. А такая дурында клюнула. Давай, дурында, скорее уже уставай. Сколько можно сопротивляться? Давай, тебя заждались. Один черт, я тебя отпущу. Давай. Давай, не сопротивляйся. О, видна уже, да. О! Давай, еще поближе. Да, с древним злом тут полный порядок. Да уж. Рыбка. Размер, что надо. Такая может и в реку уволочь. Она еще глазом так, глазом так, шмык-шмык, право-лево. Просекает, где кто стоит вообще, где что находится. Но она, по-моему, еще не особенно устала. Так, она не готова быть принятой в семью. Типа, ты хочешь меня взять за жабры, но делаешь это без уважения. Капец она огромная. Вот такая вот. Где мой голец? У нас тут новая забава. На скале валяются желуди. И Турупский какой-то дубок тут растет. И он вот разбросал кучу желудей. На Сахалине дубов не так много. У нас это скорее редкость в наших лесах. Да и тут как-то не ожидал встретить. А желуди валяются. Поэтому хочется подсобрать желудей. И у себя на участке, на даче. О! 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 Желудек! Ходить по этой реке, конечно, красиво. Но непросто. Когда скачешь с камня на камень, как обезьяна. О! Какая красивая, обрегчая. Там вкрапление разных камушков. О! Красиво! Вот прям видно, как была цельная скала. От нее отвалились целые огромные куски. Слава богу, нас в это время тут не было. Небольшой перекурчик. Сушеные бананы. И чай. Спасибо. Ну-ка. Ну, за кольца. За кольца. На такой реке чай. Хоть он и не сладкий, но он слаще. Тут волшебно красиво. И самое приятное, что тут никого. Просто никого. Даже медведя нет. Он лучше спит. Да. Еще не проснулся. Вот она. Чуть-чуть побольше среднего. Все равно большая. Не маленькая. Так, так, так. Там коряги. Туда нельзя. Туда тоже нельзя. Плыви сюда. Я с тобой быстро. Разговор короткий. Обещаю. Леоперт какой, а. Красивая рыба. Правда, с характером не всегда получается ее быстро принять. Так вот быстренько. Самому еще не упасть. Быстренько. И оп. Резинка уже просто в хлам. Просто уже держится на каких-то соплях. Но рыбу ловит. О, я прям видел атаку. А вот эту атаку не видел, но почувствовал руку. Фу. Господи. Какая козявочка. Я в первый раз, по-моему, здесь такую маленькую ловлю. Смотри, какая. Прям лилипутик. Детеныш. Да. Ну и с детенышем, конечно, я очень надеюсь, что все получится и уладить побыстрее. А вот детеныш капризнее. С детенышем тяжелее. Уже вечереет. Вернулись к избушке. Данил рыбачит. А я тут занимаюсь алхимией. В избушке был чайник. У нас такой большой тары нету, к сожалению. Поэтому мы тут занимаемся такой очень древней алхимией. Гость программы на ужин у нас, разумеется, голец, которого поймал Данил. А Данил сейчас очень рад, потому что увидел на упаковке приправоча. Вот видите, вот приправоч, обычный колобок. А вот здесь, это приправа для баранины. А здесь приправоч в тюбетейке пьет чай из пиалы на ковре самолете. Ленин Садовин, привет. Евгений, этот приправоч для вас. Да. Готова гречка. Готов голец. Это Данил. Это Миня. Мы обычно все тестировали на Ростиславе. Но Ростислав в этот поход поехать не смог. Поэтому придется тестировать самим на себе. Ростислав. Тебя прям не хватает. Съедобно же? Вполне. Вкусно. Честно, вкусно. За гольцом сегодня пришлось потопать. Да. Голец у нас клюнул на самой верхней точке. Очередное утро очередного дня. Вот гоняем чаек. Мы тут сидим вынужденно. Мы бы с радостью попили бы чай и побежали бы рыбачить. Но на реке такое сначала шел дождище. Потом добавился снежище. А теперь только снежище. Все вообще завалил белым-бело. Мы даже носа пока не показываем из избушки. Ждем пока все это закончится. Ждали мы, ждали, когда погода наладится. Прошел дождь. Прошел ветер. А снег все не проходит. Поэтому решили бог с ним со снегом. Попробуем порыбачить так. Воду немного подняло. По воде гонит пятна снега. Вон видны. Это снег, который лег на воду, но не растаял. И просто плывет по течению. Все это, конечно, будет мешать. Но посмотрим. Посмотрим. Да, серьезный минус снегопада. Просто не вижу, как летит приманка. Не контролирую полет. Просто вижу кучу движущихся объектов. И где среди этих объектов мой воблер, непонятно. Визуального контроля ноль. Зимняя сказка кругом. Еще бы. А, вот. Лопух уже как разросся. А его снова снегом прикрыло. Вот так это рыбачим. Тут немного, немало пурга. Вот такая снежная каша по реке плывет. Вот, по моим рукавам можно видеть, что мы тоже все в снегу. Вон, Данил весь в снегу. Но рыба клюет. В основном кунжа. Данил опять исхитрился, гольца поймал. Не знаю, в состоянии ли вы оценить то, какая здесь погода визуально. Но поверьте, тут холодрыга, пурга. И вон вся речка забита снегом, плывущим по воде. Мы какое-то время еще упирались, рыбачили. Но со временем это стало почти нереально. Либо приманку сдувает, либо тебя сдувает. Спрятались в избушку. На ужин у нас сегодня голец, которого поймал Данил. Просто зацените, насколько жирный гаврик. Вот у нее здесь вот брюшко, сплошное сало. Вот здесь вот тоже такие прослойки сала на мясе. Мясо желтовато-оранжевое, очень красивое. Сделаем мы и жареного, и суп сделаем с него же. Полевая кухня покажется порой кому-то такой слишком суровой и неприхотливой. Но уверяю вас, если вам развести картошечки из сухого порошка, а потом полить это все маслом из свежепожаренного гольца и замешать с ним. Получается такая вкуснятина. Вы даже забываете, что за палаткой пурга и вьюга. Это такая вкуснятина, ради которой, собственно, сюда и стоит переться. У нас только что с Данилом возникло недоумение. Только что в сковороде был килограмм гольцового мяса, а мы его взвешивали, целый голец потянул на килограмм-триста грамм. И теперь вот у нас в тарелочках по маленькому кусочку гольца, и все, и весь куда-то кончился. Вот прям такая загадка. Я рад вам доложить, что утром погода изменилась кардинально. Голубое небо, нет ветра, тепло. Сейчас я вот умоюсь, позавтракаем и рыбачить, рыбачить, рыбачить. Река манит. Вот типичный завтрак походника. Это овсяная каша с сухофруктами. Вот заваривается чай. А вот в кружке уже ждет чая, сгущенное молоко и приправа масала, чтобы чай был ароматнее. Вот на таком пайке мы должны протянуть до обеда, стоя по колено в ледяной воде и таская рыбу. Я думаю, хватит. На рыбалке самое приятное, это даже, пожалуй, не результат и не наслаждение результатом, а предвкушение. Когда ты понимаешь, что, в принципе, сейчас вряд ли что-то сможет помешать результату. Поэтому я вот неторопливо свою двухведерную кружку пью с ароматом масалы и смотрю вот на место, куда мы сейчас пойдем рыбачить. А мы отойдем вот совсем чуть-чуть за этот перекат и прямо вот под самые первые кусты начнем кидать и вон дальше под ту сопочку пойдем. Там, я думаю, все в порядке с рыбой. Погода просто идеал. Погода идеальней быть не может. Минус только один, что вот на деревьях огромное количество заледенилого снега и сейчас солнце припекает и весь снег падает. Мне вот упал на руку, я в руке держал воблер, мне так ударило по пальцам, прям больно было. Поэтому вот сейчас надо стараться вставать куда-то в стороне от деревьев. Так, ну что же, первые забросы. Сегодня она такая же вялая, как вчера. Мы тут просто про себя обсуждали, то что вчера рыба была чрезвычайно вялая и стоило ее вытащить на берег, как рыба тут же прекращала вообще даже двигаться. Сейчас она тоже какая-то такая же. Может, ее погода и так прижала. Слушай, ну вот этот снег валящийся, конечно, не добавляет. Не добавляет оптимизма. Поклевка. О, вот. Некрупный кунжик. Небольшая кунжичка. Так. Ах ты! На опережение пошла. Навстречу ко мне с воблером какое-то, даже проскочила какое-то расстояние. Я просто потерял воблер. На какую-то секунду потерял его. Что-то пока размера нет. Клюют некрупные. Крупняк дома весь сидит. Носы не показывает. Поймал рыбок 5 или 6. И рыба перестала реагировать. Поэтому в таких случаях я обычно... Ох! Как только что на удочку снег упал. В таких случаях я обычно быстренько меняю приманку. Вот, вчера неплохо поработала приманка. В поисках Немо такая. Рыба-клоун. Да, плечется-то, зараза, вообще независимо ни от чего. О-о-о! Три штуки бежало. Три кунжи бежало. И одна за твоим воблером бежала. Но, как бы, поодаль, прям, именно, жрать не хотела. Но вот их было трое. Ах ты! Так, рыба есть. То, как к приманке быстро привыкает. О-о-о! Ты же видал, а? Дельфинчиком клещется. Вот она. Вот она. Новая приманка. Новую приманку сразу хочет съесть. К старой приманке быстро привыкает. И, господи, благослови, одинарники. Потому что, если бы тут было три тройника, как в оригинале, ну, собственно, в оригинальной комплектации, то было бы гораздо хуже. Так, о, коробочка упала. Ладно. Сначала рыбалка, а потом коробочку собирать. Вот она. Вот она. Родина. Ну что, два заброса, две рыбы. Это нормально. Это результат. Так. Опа. Так, вот ее. Хорошо же? Отлично. Мы считаем, что стоило потерпеть вчерашнюю пургу ради таких вот сегодняшних видов. Голубое небо, ярчайшее солнце, белоснежный снег. А на снегу полно весняночек каких-то так под поденки, веснянки, каких-то насекомых. Они все так деловито ползают, что-то ищут. Прям их полным-полно. Вот прям вообще весь снег в них. И Туруб просыпается один из спячки. Вот впереди одна из самых наших любимых точек на этой реке. Мы ее называем водопад. Ну, собственно, вон водопад. Так что все логично. Вот интересно, сейчас с первого заброса рыба клюнет или со второго. Тут видно, как мы уже до этого тут резвились. Так. Ну-ка. Чет даже не провожает. Совсем мы запрессовали точку. Вот тут. Вот это удар. Прям чуть удочку не выбило. Прикольно. Вот она сидит. Ах ты, сбежала. Повторим. Вот она. Четко на паузах. Остановишь колебалку. Колебалка падает. Рыба клюет. Нам сейчас нужна кунжа на ужин. Вот эта слишком маленькая. Мы все-таки два больших мальчика. Нам бы чего-нибудь пожирнее. Поэтому это, конечно, прекрасная рыбка. Но нам бы чего-нибудь покрупнее. Главное пауза. 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 Покрутил немножко. Опять пауза. У нас, кажется, намечается ужин. Данил поймал рыбу пригодного размера. Мы тут решили, ну, не доходя до избы, прямо на камнях запечь. Чуть-чуть великовата. Поэтому мне сейчас придется искать четвертый камень. Вот из мокрых речных камней такая заготовка. Сюда нужно вложить рыбу. Так лежит не очень. Поэтому нужно вот распирить камушками. Вот так вот. А потом сверху присыпать крупной солью. Больше эта часть соли в мясо так и не попадет. Но шкуру, то есть контактный слой, она сделает дубовой, деревянной. Чтобы та просто так под огнем не полопалась и не повыпустила весь сок. То есть она, разумеется, лопнет, но не повсеместно. Ну и вот сейчас пока суета. А пока мы тут разожгем вокруг костер, соль успеет сделать свое дело и сделает кожу такой, как нам нужно. Вот на спинку чуть-чуть. Что плохо, так на этом берегу нигде бересты нет. Сплошной явняк. Поэтому приходится растапливать полынью. Слушай, какая жирненькая, хорошенькая. Жаль, поздно клюнуло. Мы могли бы на ютубе взять ее. Да контакт, сила. Так, здесь уже прет. Костерок прям разгорается. Как разгорится растащим угли вокруг рыбы. Так, 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 тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо вот одна уже почти запеклась сейчас огонь перейдет к хвосту и запечет хвост основная часть уже запеклась а вот это горгулять как нам кажется рыба уже запеклась ну точнее очень бы хотели в это верить камушек прилип у нас тут есть такой импровизированный веник это курильский бамбук он вечно зеленый поэтому не удивляйтесь так вперед так вот все можно ждать теперь пока остынет и пропеклась а так пропекалити полная пропекалити был дан бери ну ка мамочки мои пища богов как тебе шикарно просто шикарно мы заслужили кровью и потом остальное доедим в избушке до свидания водопадик завтра нам да вот низкий поклон дай бог следующем году вернемся за домиком дровник вот такой вот и он загорожен сеткой и сетка как раз это очень удобно чтобы вот здесь развешивать рыбу на велку то есть рыбу не тронет ни ворона не какой-то мелкий зверь ну по крайней мере на храпом если он будет рвать сетку то наверняка запутается и мы его услышим и рыбу спасем вот так вот так раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь тушек и раз два два боковника то есть четыре тушки каждому и один боковник каждому а у нас все прощальный завтрак в этой избушке и заметьте завтраки теперь есть еще и клубника это сушеная клубника от моего друга виталия спасибо тебе виталия вот видите вот какая красивый аромат от нее клубничный ну не на всю конечно избу но на половину избы точно солнце еще не зашло а мы уже заперли избушку на щеколду и собираемся уходить вот наша речка которая нас кормила и поила все это время низкий поклон вот уезжает вдаль рейсовый автобус не удивляйтесь что это вахтовый камаз ну тут просто такие дороги что нужен такой рейсовый автобус он вулкан богдан хмельницкий он поселок курильск отдалил и вы приехали вон там вот комплекс ванночки и мы сейчас пойдем с видом на охотское море на штилевое греться в горячих ваннах вот сейчас говорю а сам себе уже завидую и всегда меня здесь встречают вот этот песик да песик хорошая собака хорошая всегда меня встречает вот эта собака правда не знаю какая у тебя собаки кличка хорош хороший пес и вот этот кот кися 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 это курильский бобтейл маленький хвостик у него сразу видно рысь рысь здоровый как как лошадь здоровый шикарная теплая погода значит киса ходит по двору если погода была бы холодная и сабы сидела бы где-то еще раздевалка такая здесь внутри красота красота же ну-ка вода бомба он она льется из крайника она вот такая немножко мутненькая но это нормально потому что это минерализованная вулканическая вода то есть это необычно водопроводная подогретая этого вода из недр земли и долго в ней сидеть нельзя это может плохо сказаться на вашем здоровье поэтому посидели полчасика и домой он там видите кормят малька киты здесь по совместительству еще и рыборазводный завод а я как всегда после ванночек вышел почесать киси носик киса очень любит когда ему чушут носик я уже тут несколько лет приезжаю постоянно меня это киса встречает а вот с рыборазвода ручей он уже малек видимо проскочил как-то через дренаж стоит в ручье остальной малек у которого хватило ума тусуется вот тут ну собственно тусуется в тех местах где его кормят он прям на не видно столько малька а сверху натянута сетка ну я не знаю для чего но скорее всего чтобы и малька никто не пугал ничего не уронил но и чтоб всякое вранье и какие-то крохоли рыбоядные птицы за мальком тут не сплавали а вот мы уже в курильске в кафе и вот заметьте какие тут интересные цены тут порция отварных макарон 200 рублей гречка 200 рублей рис отварных 200 рублей то есть для южного дорого у нас по 50 рублей зато какие-то из палтуса 350 рублей две котлеты стоит из палтуса 350 рублей у нас за стоит тут до полутора тысяч можно заплатить так что вот всех всех зовут город курильск на палтуса мы как видите уже в кафе обосновались плотно с нами александр местный житель всем здравствуйте александр бывший курянин но теперь александр и турупец а тут еще шикарная творожная запеканка и пицца для пиццы есть лопатка но лопаткой пользоваться грех господи как вкусно вот едем по по курильску по сути по центральной улице он охотское море курильск находится на высокой террасе вот в окошко лукан богдан хмельницкий который как бы такая основная гора в курильске набережная камушки красота там даже тротуарчик есть а он только подходит пароход это пароход соединяет сахалин и туруп кунашир шикотан ну и потом снова на сахалин у него кольцевой маршрут это их тут два адмирал адмирал невельской и павел леонов вот какой из двух и я не знаю они очень похожи уже пришли в аэропорт аэропорт ясный ну это не врет действительно ясно все в порядке а он нас провожает богдан хмельницкий ему тоже до свидания мы еще обязательно вернемся смена локации я у себя на даче собираюсь коптить эту рубскую кунжу не смущайтесь что она такая вот на вид какая-то немножко потрепанная но дело в том что мы ее солили на бревнах вялили за избой потом несколько часов рюкзаках вытаскивали из леса это конечно ее потрепало я вас уверяю самое вкусное внутри вот поглядите просто на это оранжевое мясцо я вот думаю какая бы она неказистая не было бы сверху внутри она обязательно вкусная ну еще не могу не отметить что для копченой рыбы очень важно то как вы ее завялили вот за завялку этой рыбы я не стесняюсь она завелена так как нужно потому что если рыба не завелена она просто ну не примет копчения поэтому вот так вот и и подвесим мой старый ящичек видите какой он такой потрепанный жизнью потрепанный копчением ну еще дело в том что меня не особенно устраивает как как коптят то что продают в магазинах мне это не нравится мне очень нравится так как копчу я потому что я коплю копчу минимально то есть я не позволяю рыбе долго контактировать с дымом часа три бывает два ну максимум там четыре то есть немного и у меня рыба не получается такая знаете вот прям золотая вот как вот в магазинах у меня она такая не получается у меня получается слегка-слегка так тронутая копчением но очень ароматное вкусное так чё там дымок горит нет горит еле-еле а господи я забыл включить компрессор включаем компрессор вот судя по дыму сверху копчения уже пошло вовсю самое время чуть-чуть прикрутить компрессор чтобы сильно не шпарило дымом и периодически подсыпать щепу хотя я не планирую копить долго я планирую коптить часа два проверять уровень щепы и подсыпать я копчу на ольховой щепке она самая вкусная а пока рыба коптится я рядом на своем участке положила тут и трубские желуди так их прикрою мокрыми листьями сверху вот так вот подровняю еще возможно сверху положу соломы и посмотрю как они взойдут а когда уже взойдут молодежь рассажу чуть больше двух часов коптилась рыбка этого достаточно чтобы аромат копчения передался рыбе ой 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 вот этот дымокур но все сейчас надо вырубить вырубить компрессор ну цвет не прям сильно изменился на уже он стал такой был более более золотистый то есть видно что рыба вкус и цвет приняла сейчас выключу компрессор даю рыбе немножко избавиться от запаха копчения но это обычная на ночь вешаю а завтра уже можно будет кушать прошли сутки кунжа как следует отвеселась избавилась от излишнего запаха дыма вот такая вот она на срезе самое время порубить ее на кусочки и попробовать я без заморочек сразу снимаю филе со шкуры для рыбы я уже подготовил луковую подушку ну это луковая подушка из обычного маринованного лука кунжаль режется на ломтики каждый ломтик как раз на укус а маринованный лук это очень просто это соль сахар винный уксус черный перец и собственно лук сверху укладывается рыба тут есть два пути либо сразу перемешать рыбу с луком таким образом рыба немножечко потеряет свой вкус изначальный и станет более луковая и уксусная либо вот так вот как я просто выложить ее на подушку и с этой подушки подхватывать вилкой кусочек рыбы и вместе с этой рыбой кусочки лука и на мой взгляд тогда так вкуснее к обмакнем обмакнем соус возьмем кусочек лука это очень вкусная жирная рыба с сахалинской кунжой ничего общего это просто две разные рыбы отлично получилось особенно мне нравятся какие жирные брюшки очень советую вам ее коптить если вот съездите на эту руб поймайте кунжи обязательно коптите если хотите такую же коптильню как у меня очень рекомендую я и пользуюсь уже около двух или трех лет прекрасно и доволен отличная машина ссылку на коптильню оставлю в описании и у меня также у этих ребят есть промокод на скидку поэтому пользуйтесь всего вам хорошего до свидания пока пока сейчас каратиничка снастях моя катушка большую часть времени на этой рыбалке это black side aviator pro в размере две с половиной тысячи на нем был намотан шнур единичка как раз от шнура единички для всех этих рыбалок достаточно удочка это максимус смагглер четырехчастный то есть travel который очень легко влезает рюкзак в разложенном виде а если собранным то он сразу два метра сорок сантиметров то есть достаточно длинный что на таких реках очень удобно очень удобно крупную рыбу валять направо налево с длинной палкой тест у него до 14 грамм что опять-таки же очень удобно потому что приманки сами видите разнятся приманки есть и большие есть и ну и откровенно маленькие и удочка должна быть таким разумным компромиссом чтобы пульнуть все это и вот как этот смагглер пуляет вот полтора грамма с червяком так он и пуляют почти 19 грамм вот эту буратину и все у него проходит нормально и твичит он их хорошо так как нужно а когда на него садится затрешная кунжа он ее увязывает просто как щенка потому что палка такая на изгиб очень необычная она пожалуй из моего арсенала где-то штуки две-три таких найдется максимум который просто гнутся до ручки это то что надо на таких рыбалках что в сильном потоке на сильном течении что пудочка согнулась до ручки и отыграла тебе рыбу очень доволен этим максимусом брал его в прошлом году на эту руб на крупную рыбу и вот не раздумывая взял его в этом году на эту руб на крупную рыбу и если еще поеду на эту руб на крупную рыбу вот эта палка будет в списке номер один теперь каратенечко по снастям если вообще обозначить все одним словом то это слово гигантизм то есть рулила крупная чем больше тем лучше начнем с резины вот полтора грамма такой червячок у меня приносил не очень много поклевок стоило поставить вот такого объемного червячка вот здесь он на голове 2 грамма но я в основном ловил на полтора то сразу поклевок количество увеличивалось кратно то есть что-то более объемным не всегда ловил лучше вот взять к примеру колебалки вот байт 7 грамм а вот байт по моему сколько 18 наверно не помню точно на нем на нем не написано так вот на этот байт у меня поклевок почти не было она этот байт клевала и хорошо клевала то есть на лицо желание чего-то большого самая крупная кунжа клюнула меня на миариатом 2 15 граммовый и он как вы заметили самый объемный из моих колебалок то есть она самая большая визуально и вот самая крупная кунжа миариал дан 18 граммовый на него никаких крупников не поймал но вполне себе ловилась такая знаете ну средненькая кожа обычная в районе килограмма ловилась довольно довольно хорошо но стоило поставить что-то вот объем не крупнее то сразу ситуация менялась вот очень удачно разловил планктон с от люрмакса 14 граммовый вот они тут два одинаковые чрезвычайно уловистая колебалка она как бы рыбу включала там где ее до этого конкретно проредили резиной и воблерами так теперь про воблеры воблеры видите вот какая вот коробка вот здесь воблеры вот здесь воблеры а выложил я только три штучки потому что вот мне было только вот эти три штучки и я бы и на них и ловил выяснилось что все остальные просто до них не дорастают воблер номер один это 85 до контакт на этот 85 до контакта я поставил один артники потому что тройники но это невозможно рыба крупная сильно она может схватить за передний тройник может за задние подбагрится передним за жабру и тогда у вас вываживание превращается в сущий ад поэтому только одинарник на таком воблере вот это люрмакс грэспер 110 f с лопаткой вот с такой он довольно хорошо заглубляется что как раз таки хорошо вот до контакт заглубляется и вот этот грэспер заглубляется он долавливал за до контактом то есть вот прочесал точку до контактом надолбил рыбы закинул его и продолжаешь то есть та рыба которая уже устала до контакта клюет неплохо на него ну и поначалу мы рыбачили на точках где стояла основном мелкая кунжа вот мелкая кунжа мелкий воблер вот до контакт полтинничек сжирала его просто просто в топку сразу ела поэтому вот мне вот эти три воблера и больше ничего не надо вот как то так